Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя города. Итоги недели». Главная тема уходящей семидневки – проверки на пожарную безопасность торгово-развлекательных центров. Закроют ли какие-то из них? Тысячный сводный хор в пятый раз спел в Рязанском Кремле. Концерт прошел в честь Дня славянской письменности. В нашем городе отменят три троллейбусных маршрута – 6, 2 и 15. Как к этому отнеслись рязанцы? В четверг, 24 мая, в Рязанской городской думе прошло очередное заседание. Депутатами было рассмотрено более двух десятков вопросов. Но главным в повестке дня стал отчет о работе администрации в 2017 году, исполняющего обязанности главы администрации Сергея Карабасова. Свой отчет Сергей Карабасов начал с основных социально-экономических показателей развития города, отметив, что в экономике Рязани в прошедшем году преобладали позитивные тенденции. Так, индекс промышленного производства составил 101%. Замедлились темпы роста потребительских цен, реальная заработная плата выросла на 3,7%. Также исполняющий обязанности главы администрации отчитался по исполнению бюджета и распределению бюджетных средств, выполнению федеральных и муниципальных программ, таких как формирование современной городской среды, благоустройство города Рязани, охрана окружающей среды и проведению дорожных работ. В 2017 году совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области было отремонтировано 47 объектов уличной дорожной сети Рязани общей протяженностью 36,5 километров. Масштабные работы проведены на Первомайском проспекте, улице Большой, улице Высоковольтной. Самым глобальным стал капитальный ремонт основной транспортной артерии города Куйбовское шоссе, в рамках которого осуществлен вынос изношенной теплотрассы за пределы проезжей части. Это позволит в дальнейшем исключить аварийные и плановые разрытия на дороге. Отдельно Сергей Карабасов остановился на проблеме муниципального предприятия «Автоколонна-1310», кредиторская задолженность которого на конец прошлого года составляла 231 миллион рублей. По словам Сергея Карабасова, администрация города сделала все, чтобы не допустить остановки деятельности данного предприятия. Однако на сегодняшний день кредиторская задолженность остается высокой, так что вполне возможно в скором времени. По требованию кредиторов будет поставлен вопрос о процедуре банкротства автоколонны. Я полагаю, что будет создана у нас рабочая группа по данной проблеме совместно с Министерством транспорта, автомобильных дорог Рязанской области, города Рязани, представителей депутатов, общественников. И мы вместе будем решать эту проблему. Безусловно, те пассажиропотоки, которые нуждаются в городе в большом транспорте, где необходимо осуществлять перевозку транспортными средствами большой вместимости, будет иметь место быть. По завершении отчета депутаты каждой из фракций задали Сергею Карабасову вопросы, касающиеся ремонта дорог, озеленения и экологии города, а также нехватки мест в детских садах. Конечно, за детьми младшего возраста особый контроль. Хотел сказать, что мы в 2018 году планируем строительство нового детского сада на 220 мест в микрорайоне Кольное, а также пристройки пяти ясельных групп на 380 мест к действующим детским садам. По окончании заседания председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов дал оценку представленному отчету. Депутатский корпус дал высокую оценку отчету главы администрации, высокую оценку работы администрации. Однако, как мы всегда замечаем, успокаиваться на этом рано. Необходимы те минусы и те недочеты, которые существуют на сегодняшний день в городе и в части благоустройства, ремонт дорожного покрытия, обязательно устранять и делать это как можно быстрее. Помимо отчета главы администрации, на заседание было рассмотрено ряд вопросов. Среди них изменение бюджета города на 2018 год. За счет межбюджетных трансфертов в городскую казну дополнительно поступили свыше 88 миллионов рублей. Из них будут направлены средства на поддержку местных инициатив, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей, а также на проведение ремонтных работ социально значимых объектов. Также на заседании Рязанской городской думы были утверждены изменения в генеральный план города. Они коснулись земельного участка на улице Забайкальской. Территория, расположенная в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, переводится в зону городских парков, скверов и бульваров, что позволит находящемуся здесь скверу получить статус официально «зеленой зоны». Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Песенный марафон из тысячи голосов по сложившейся традиции объединил все регионы России. В пятый раз сводный хор выступил в Рязанском Кремле. Концерт прошел в честь дня славянской письменности. Подробности в сюжете Марии Рудой. Более тысячи человек собрались на заборной площади для того, чтобы объединиться в сводный тысячный хор. Темой в этом году стали «Добрые песни». Наследие лучших поэтов-песенников. Произведения Пахмутова, Шаинского и Дунаевского звучали в этот вечер над Рязанью. С каждым годом в тысячном хоре принимают участие все больше коллективов. В этом году присутствовали представители всех муниципальных образований региона. Кроме того, в праздники музыки принял участие хор областной клинической больницы. Ну, это совсем не удивительно, потому что врачи, медики – это главные посетители наших концертных, театральных постановок. И мы очень рады, что складываются такие коллективы. А в некоторых организациях здравоохранения они уже действуют десятками лет. Хор ОКБ в этом году исполняется 35 лет. За эти годы любовь к музыке у врачей не угасла. Наоборот, крепнет. К опытным солистам присоединяются и молодые любители музыки. Елена Забуга работает в областной больнице более 25 лет. Сейчас она является заведующей приемным отделением. Доктор признается, музыка скрашивает все невзгоды и помогает в работе. И в жизни. Работаю где? Это приемный покой, это круглосуточная, как сейчас модно говорит, движуха, передний фронт, это ворота, скорая помощь стоит в очереди на разгрузку. Мы многопрофильное лечебное учреждение. У нас все проходят нозологии медицинские. И роды приходилось принимать, и дети поступают, и с улицы везут и контуженные, и ранения, и ДТП, и инсульты. Там нельзя, там руку надо держать на пульс. Постоянное полувоенное положение круглосуточно. Веселые, душевные, задорные и талантливые. Вот такие они врачи ОКБ. Они уверены, что их профессия тоже творческая. Когда ты подходишь к больному, ты же не как математик, ты думаешь, там, дважды два лекарства по одной таблетке две раза в день. Это еще один из классиков медицины сказал, надо лечить не болезнь, а больного. То есть каждому нужен индивидуальный подход. Мы всегда лечим словом. В больнице я работаю уже 33 года. Вот, песня мне помогает. 25 лет я уже в хоре участвую. Я сейчас являюсь старостой хором. Мне песня очень помогает. Она снимает усталость, потому что бывают такие трудные дни, бывает работа напряженная. Ну, сами знаете, медицина, это и есть медицина. Есть у хора областной клинической больницы совсем удивительные и вместе с тем романтичные истории. Как говорится, музыка их связала. Хор – это очень хорошо. И одно из хорошего. Из хорошего. Он помог обрести мне семью. Я недавно пришла в этот хор, но недавно это как, лет 8 тоже. И здесь я встретилась с Юрием Масловым, и теперь мы вместе. С первого взгляда. Я посмотрела на него, на меня, и все завязалось. Для всех хоровых коллективов из тысячного хора музыка стала частью жизни. Именно этой частью они и поделились с рязанцами. А те, в свою очередь, оказались благодарными слушателями. Сейчас мы очень захватываем, очень круто. Почаще бы такое проводить, если честно. Вспоминаю, что в детстве все эти песни были достаточно очень модные, а сейчас их так редко, и вот такая возможность послушать. Песни нашей молодости. Я тоже первый раз, хотя живу всю жизнь в Рязани. Мне очень интересно было. Старые песни их очень редко слышишь. По доброй традиции, сводный тысячный хор прошел в День памяти святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, про святителей славян. С этим праздником всех собравшихся поздравил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков. От имени губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова поздравляю вас всех с Днем славянской письменности и культуры. В этот праздник мы вспоминаем великих просветителей, братьев Кирилла и Мефодия. Благодаря им у славян появилась письменность, которая положила начало становлению государственности. В этот вечер добрые слова действительно звучали на площади Соборной. Многоголосье и знакомые мелодии отечественной музыки подарили многим настроение ностальгии. Русский вальс с моря, когда цвели сады эти и другие музыкальные произведения, стали для многих настоящей дверью в творческую и музыкальную вселенную. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Сотрудники МЧС провели рейд по местам массового отдыха на воде. Кто-то уже открыл купальный сезон, кто-то ждет более теплую погоду. Но отдыхающих людей у рязанских рек и озер немало. Некоторые пренебрегают простыми правилами безопасного поведения у воды. Во время патрулирования участниками рейда был охвачен участок реки Аки в черте города Рязани. Погода выдалась ветреная, но несмотря на это отдыхающих у воды мы встретили немало. Граждане отдыхающие, сударская инспекция, по маловерным судам предупреждают о памяти в оборудованных местах, опасность для вашей жизни. В ходе рейда было установлено, что в местах массового купания граждан проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Установлены границы заплыва, буйки, организованы дежурства спасателей. Имеется наглядная агитация с правилами поведения на воде. Однако купальный сезон еще не открыт. Мы будем проводить с ним профилактическую беседу, объяснять, что купальный сезон еще на территории Рязанской области не начался, что купаться лучше в специально отведенных для этого местах, то есть пляжах, которые у нас сейчас насчитываются, 46 официально открытых. Плюс еще один дополнительный будет открыт в Петелинском районе. Будем проводить такие беседы. Сотрудники МЧС напоминают об основных правилах поведения вблизи водоемов. Во-первых, нужно быть внимательным к информационным стендам, запрещающим знаком. Любую информацию предупреждающего характера нельзя игнорировать. Тем, кто планирует покататься по рекам на катерах, следует привести в порядок документы на свой водный транспорт. Необходимо вовремя пройти освидетельствование на годность плавания маломерного судна. Также не забывать документы, иметь при себе удостоверение на право управления и обязательно, чтобы судно было оснащено предметом спасения. Спасатели напоминают, что взрослым, отдыхающим с детьми, важно быть особенно внимательными. Во время отдыха у воды ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра. Особое внимание на детей обращать. Почему? Потому что, к сожалению, на территории области уже был трагический случай. Особое внимание на них. Сотрудники МЧС напоминают, что купальный сезон будет открыт 1 июня. До этого времени желательно воздержаться от заплывов на водоемах. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город». А сейчас главным новостям ушедшей семидневки. После трагедии в Кемерове во всех городах провели масштабные проверки пожарной безопасности. В прокуратуре Рязанской области состоялся брифинг по результатам проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах нашего региона. При проведении проверок объектов с массовым пребыванием граждан было выявлено около 700 нарушений правил пожарной безопасности. Крупные торговые центры Рязани, которые могли закрыть из-за несоблюдения тех или иных требований, продолжат свою работу, так как они устранили имеющиеся нарушения. По инициативе прокуратуры в отношении 232 лиц, в том числе и руководителей предприятия и ответственных должностных лиц этих центров, торговых, кинотеатров, индивидуальных предпринимателей, были возбуждены административные производства. Административные производства, по результатам рассмотрения которых, виновные лица повлекли административную ответственность в виде наложения значительного административного штрафа. На текущий момент проверки продолжаются. Особое внимание сотрудники МЧС обращают на наличие системы извещений людей при пожаре, на наличие и количество средств пожаротушения. Проверяется работа пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, выходов и уровень подготовки персонала. В этой связи, по инициативе вице-губернатора Рязанской области Игоря Михайловича Грекова, сейчас нами совместно с юридическим управлением правительства разрабатывается распоряжение правительства Рязанской области, где мы постарались в законном порядке, согласуя с прокуратурой, все-таки заставить обучаться охранников всех охранных предприятий. Это новое такое введение, такого пока нет нигде, где бы субъект федерации обязал этому охранные структуры. Охранников в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием граждан обяжут проходить очную форму обучения. На данный момент программа разрабатывается, но уже известно, она будет занимать не менее 72 часов. Я надеюсь, что небольшой курс обучения, обязательного очного обучения, позволит нам минимизировать такое состояние дел, когда эвакуация людей осуществляется неуправляемой и отключается сигнализация, ну и другие недостатки, которые мы с вами видим. Охранников планируют обучать в Рязанском учебно-методическом центре. Они получат как теоретические, так и практические знания. Что касается расположения кинотеатров, то те, которые уже есть, проходят нормативы. Но уже сейчас при строительстве крупных объектов кинотеатры будут стараться расположить не выше второго этажа. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 21 мая в Рязани произошло возгорание на заводе по производству строительных материалов. По данным регионального управления МЧС, при подъезде к месту пожара возникли трудности. Подробности в следующем сюжете. Около 16 часов на пульт пожарной охраны поступил вызов. Загорелся резервуар с битумом на заводе «Технофлекс». К счастью, вовремя сработали системы пожаротушения, поэтому обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. На тушение пожарным понадобилось около полутора часов. Вместо пожара по автоматическому повышенному номеру вызова было направлено 8 пожарных расчетов. Привлекалось 27 сотрудников государственной противопожарной службы. Локализовать пожар удалось в 17 часов 13 минутам и полностью ликвидировать в 17 часов 49 минут. Во время пожара отмечается недостаточно качественная работа службы охраны. Так, во время прибытия пожарных подразделений прошло затруднение движений на въезде предприятия, что существенно увеличило время прибытия пожарных подразделений. Для того, чтобы возгорание не повторилось, битомо-хранилище охладили. Мария Рудаев, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На заседании комитета по бюджету и налогам Гордума начальник городского управления транспорта Сергей Кулик сообщил о том, что в Рязани отменят три троллейбусных маршрута – 6-й, 2-й и 15-й. Однако горожане выступили против этого и даже создали петицию. С ее автором встретилась наша съемочная группа. Троллейбус, возможно, транспорт не самый быстрый, зато экологичный, вместительный и безопасный. Кроме того, им пользуются многие льготные категории граждан – пенсионеры, школьники и студенты. Однако все чаще в последнее время заговаривают о нерентабельности этого вида транспорта. А на днях и вовсе заявили, что три маршрута, а именно 2-й, 6-й и 15-й, в скором времени перестанут существовать. Активист Михаил Шибанков решил не оставаться в стороне от этой проблемы и создал петицию. Мне не безразлична судьба города, потому что отмена таких достаточно важных маршрутов бьет по, в первую очередь, льготникам, студентам, школьникам, потому что в основном муниципальный транспорт перевозит именно эту категорию граждан. И, получается, страдают незащищенные слои нашего населения, города. Сам Михаил старается пользоваться именно общественным транспортом, так как поездки в маршрутных такси считает небезопасными. И таких, как он, утверждает молодой человек, немало. Кроме того, вопрос целесообразности отмены именно этих маршрутов он изучил досконально и считает, что это приведет к большим неудобствам. Если говорить о втором троллейбусе и шестом, они действительно перевозят людей достаточно много в течение дня. Особенно в утренние часы очень тяжело выехать из Октябрьского городка, где, собственно, находится конечная второго троллейбуса. На маршрутке люди просто не вмещаются в маршрутке. Они забиваются до такой степени. А сейчас, в особенности в летний период, жарко, душно. Людям хочется пространства. Троллейбус выручает очень хорошо. Однако не об удобстве горожан думают власти города, а о сокращении расходов. Кстати, с этой целью троллейбусы по данным маршрутам пускали без кондукторов. Однако это не спасло ситуацию. Посмотрим, сможет ли ее изменить петиция. За сутки ее подписали более 500 человек. По словам Михаила, она затрагивает не только отмену конкретных маршрутов троллейбусов, но и в целом транспортную проблему в регионе. Молодой человек надеется, что аппетицию узнают и примут соответствующие меры глава администрации города Сергей Карабасов и глава региона Николай Любимов. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В минувшую неделю по всей стране последний звонок уже прозвенел в тысячах школ. Торжественная линейка на путственные слова учителей. Вперед во взрослую жизнь отправились вчерашние школьники. Мария Рудай побывала на последнем звонке в Рязанской школе номер 63. Теперь они уже бывшие школьники. Праздник с привкусом грусти отмечают все выпускники. Белые банты и фартуки стали символом надежд и ожиданий. Для ребят, которым школьный урок когда-то казался бесконечным, а перемена была такой долгожданной, теперь останутся только воспоминания. Безусловно, немножко грустно от того, что заканчивается школа. Но в преддверии новая жизнь и очень хочется всего нового, поэтому как-то и радостно тоже. Волнение чувствуется вообще, на самом деле, как бы волнительно выступать там. И вообще, как в последний день, как бы сложно как-то и из школы прощаться, и вообще как-то с родителями. Чувствуется тревожность и волнение, и такие чувства смешанные. Выступаю во ФСИН, там на юридический факультет. Мне очень тяжело расставаться со школой, но в будущем у меня ждет интересная жизнь взрослая. И она, безусловно, уже будет больше там веселых моментов. Не менее волнительным этот день стал для родителей. Позади остались первый звонок и первые шаги в школьную жизнь, год до учебы, дружбы и, конечно, первой любви. Слеза проступает, очень волнительно в этот день. Только недавно, да? Долго к этому шли, да, школа заканчивается. Теперь дальнейшую дорогу пойдет человек молодой. Праздничные настроения, действительно, ну как, будем дальше пробиваться в жизни. В 63-й школе прошло 37 последних звонков. В этом году во взрослую жизнь шагнут 53 человека. Впереди у них ЕГЭ, учеба в ВУЗе, армия, кто что выбрал. В основном ребята определились с выбором профессии, но пока говорить об этом не хотят. Сейчас главное сдать единый государственный экзамен. Педагоги открыли перед мальчишками и девчонками целый мир знаний. А теперь выпускают своих учеников в этот мир покорять новые вершины. Ну это великолепные, волнительные чувства, чувства радости, чувства гордости за педагогов, которые вот 11 лет вели по тропиночке знаний наших детей. Чувства гордости и радости за наших потрясающих выпускников. Вообще дети замечательные, всех мы их очень любим. Улыбки, мечты, переживания и, конечно, светлое будущее ждет нынешних выпускников. Они будут открывать заново этот удивительный и прекрасный мир. За моей спиной собрались выпускники 63-й школы. Сегодня они сделали первый шаг во взрослую жизнь. Мы вместе с родителями и учителями желаем им в добрый путь. Мария Рудаин, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Современная индустрия красоты – это стремительный прогресс, постоянное внедрение уникальных разработок. Рынок косметологических услуг сегодня колоссален. Как не запутаться во всем этом разнообразии. И выбрать для себя оптимальный вариант, расскажет Мария Рудая. Красота кожи, волос и ногтей во многом зависит от знаний и умений мастера, к которому человек попадет. В салоне красоты «Арианна» работают знатоки своего дела. Косметологи, парикмахеры, специалисты ногтевого сервиса ждут вас ежедневно. Записаться можно по телефону, через интернет или просто прийти без записи. Здесь рады каждому. В нашем салоне работают сертифицированные мастера, парикмахерские услуги. В них входят все виды стрижек, начиная от детских, женские, мужские. Все виды окрашивания, восстановление волос, кератиновая, ботокс. У нас имеется вертикальный солярий, новые профессиональные лампы, все виды лосьонов для любого типа кожи. У нас доступные цены, у нас лучшие мастера с большим опытом работы. Помимо привычных косметологических услуг, в салоне красоты «Арианна» представлены новейшие разработки мировой косметологии. Например, газожидкостный пилинг. Он действует на кожу мягко, отшелушивая только верхний слой. После этой процедуры кожа становится гладкой, разглаживаются мелкие морщинки, сокращаются поры, подтягиваются мышцы лица. На этом же аппарате можно делать безинъекционную мезотерапию. Этот вид аппаратной косметологии настолько безопасен, что его можно делать даже на коже вокруг глаз. И это не единственные новинки в салоне «Арианна». Появилась процедура «Бибиглоу» называется. Это эффект тонального крема на год. Процедура безболезненна, безвредна. Используется сыворотка, осветляет пигмент, убирается акне, выравнивает цвет кожи. Помимо всего прочего, в салоне представлены все виды депиляции, в том числе и полимерным воском. «Арианна» отличается высоким сервисом и качеством предоставляемых услуг и при этом по доступным ценам. Кроме того, здесь действуют акции, а постоянным клиентам предоставляются скидки. Вас ждут ежедневно по адресу Шереметьевская, дом 6. С понедельника по субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье с 10 до 18 часов. Мария Рудаем, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Напомню, что еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. С вами была Олеся Котровская. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселок Дуброва. Коттеджный поселка Дуброва. prints won't take a farm. Продолжение следует...